Я напомню, что белорусы тогда добровольно, по сути дела, передали Литовской ССР, Вильнюсский край и Вильнюс вместо Каунаса стал столицей Литвы. Об этом как часто забывают в Вильнюсе. Он открыто говорил, что через 10 лет на территории Польши не должно остаться ни одного украинца и белоруса. Нашу способность простить самые страшные, самые кровавые страницы совместные истории они воспринимают как слабость. Мы оплатили кровью восстановление польской государственности и сохранение вообще поляков как этноса. Они же тоже были приговорены гитлерским режимом. Существует ходячий миф о том, что, дескать, вот с нападением нацистской Германии почему-то Советского Союза началась Вторая мировая война. Это ложь. Поскольку я напомню, что на Польшу в первом месте напал Советский Союз вместе с Германией, а Германия вместе со Словакией. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. В Беларуси прошло большое событие. Мы отметили день единения в 1939 году. Восточная и Западная Беларусь соединились. После 18 лет, с 1921 года было разделение. На ваш взгляд, для белорусов переоценить значение этого дня, наверное, очень сложно. Но и в целом, вообще для будущего Европы, насколько велико значение вот этого вот события? Дело в том, что объединение всех белорусских земель в составе единого белорусского государства, причем я замечу еще в рамках Советского Союза, это действительно было знаковое событие и для всей Белоруссии, и для, в общем-то, всего Советского Союза. Я просто напомню, что исторически сложилось так, что Белоруссия, она, по сути дела, стала ядром Великого княжества Литовского, Руйского и Жемайтийского. Причем я замечу, что название Жемайтийское, оно оказалось в последнем месте, поскольку Жемайтия, как этническая Литва, пошла в состав Великого княжества Литовского, Руйского и Жемайтийского только в 1410 году, после победоносной Грюнвальдской битвы и подписания Торнского договора. То есть, собственно говоря, техническая часть Литвы была очень незначительной, малой частью этого государства. Ядро этого государства составляла как раз территория современной Белоруссии и значительная часть, кстати, этапно-русских земель, тот же Смоленск. Мало, кстати, кто помнит, что в самом начале Смоленскую область, она даже входила в состав Белорусской ССР. Попала ведь образованная Белорусская и Литовская Советская Республика, но потом в силу разных обстоятельств Литва, этническая Литва оказалась за пределами, собственно говоря, этой республики. И потом надо помнить, что Филинский край, он в основном был заселен не этническими литовцами, а этническими поляками. Потом возникнут, кстати, проблемы эти в связи вот как раз с хождением Западной Белоруссии, Западной Украины, чуть позже Литвы в состав Советского Союза. И, кстати, я напомню, что белорусы тогда добровольно, по сути дела, передали Литовской ССР, Вильнюсский край, и Вильнюс вместо Каунаса стал столицей Литвы. Об этом как часто забывают в Вильнюсе, а не гребы напомнить им об этом. И напомню историю вообще вот объединения Белоруссии. Дело в том, что 1 сентября 1939 года нацистская Германия в союзе с Словакией, это мало кто помнит, начали войну против Польши. Советский Союз эту войну не начинал. У нас обычно с 1 сентября традиционно ведут отчет начала Второй мировой войны. Я вот считаю, что мы, ну, по сути дела, встав на позиции в американской историографии, себя даже подставили с этим, поскольку, например, те же китайцы считают начальной датой Второй мировой войны 15 июля 1937 года. Так вот, и, к сожалению, в нашей либеральной историографии и в европейской, и в американской историографии события сентября 1939 года накрепко связывают с советско-германским договором о ненападении, который был подписан 23 августа. И уже давно существует ходячий миф о том, что, дескать, вот с нападением нацистской Германии почему-то Советского Союза началась Вторая мировая война. Это ложь. Поскольку я напомню, что на Польшу в первом сентябре напал и Советский Союз вместе с Германией, а Германия вместе со Словакией. Причем я замечу, что Берлин после начала этой войны активно бомбардировал Москву разного рода гипешами с вопросом, а почему же Советы не начинают войну против Польши. Мы не отвечали на эти послания Берлина, поскольку понимали, что существует польская государственность, Польша ведет войну против агрессоров, напавших на нее. И только когда в середине сентября польское правительство бежало из Варшавы, а потом пересекло польско-румынскую границу и вскоре оказалось в Париже, когда, по сути дела, польская государственность приказала долго жить, то Сталин принимает решение о начале освободительного похода в войск рабоче-крестьянской Красной Армии на территорию Западной Белоруссии и Западной Украины, которые были утеряны Советской Россией еще в марте 1921 года. Причем я замечу, что эти территории были признаны в том числе и победившей стороной, то есть страной Антанклин. Знаменитая нота Терзона декабря 1919 года, которая определила, что эти территории остаются за Россией. В данном случае мы оставляем за скобками какой России, советской или какой-то иной, но неважно. А эти территории ведь были утеряны в результате Советско-Польской войны. Но было, по сути дела, две Советско-Польской войны. В 1919 году основные боевые действия ввелись на территории Белоруссии, а с апреля 1920 года пилсутчики в союзе с петлюрцами начали активные боевые действия в территории Украины. Заняли Житомир, Киев и так далее. Нам пришлось выбивать их оттуда. А затем было знаменитое контрнаступление западного фронта Михаила Тухачевского, которое первоначально развивалось очень успешно. Но потом, к сожалению, произошло так называемое чудо на Висле, организованное даже не столько поляками, сколько французами. Филы западного фронта были сильно растянуты. Войска Юга Западного фронта под командованием Егорова Александра Ильича Егорова, будущий маршал Советского Союза, Иосифа Виссарионовича Сталина, тогда втянулись в тяжелые бои за Львов, поэтому не смогли вовремя оказать помощь бойскам Тухачевского. Ну и в результате Западный фронт был разбит, значительная часть краснотамейцев попала в плен, мы вынуждены были подписать тот самый рифский договор. Ну, по итогам освободительного похода рабочей крестьянской Красной Армии, значит, эти территории вошли в состав Советского Союза. В середические точки зрения там было все проведено в соответствии как с нормами внутрисоюзного, так и международного законодательства. Несколько, кстати, поискучинщик публично заявил о том, что вхождение восточных крестов в Польше в состав Советского Союза было оправдано и с моральной, и с юридической точки зрения. То есть наиболее грамотные и авторитетные политики, ярые враги советской власти, но тем не менее авторитетные у себя политики, они признавали абсолютную, значит, правомерность схождения этих территорий в состав Советского Союза. Ну а после распада Советского Союза, как известно, Белоруссия стала суверенным государством, и я хочу сказать, что вот ее опыт на всем постсоветском пространстве может быть наиболее уникальным, потому что формально у Белоруссии не было никогда своего государства, но вот за прошедшие три с небольшим десятка лет белорусы оказались молодцами, поскольку они создали действительно полноценное государственное образование, в полном смысле суверенное, чего не скажешь про многие другие союзные республики, бывшие союзные республики, я уж не говорю про Украину, но возьмите ту же Прибалочку, Молдову. То есть вот смотрите, вот эти традиции, понятно, что у России традиции государственности, они поренились уже столетиями, а казалось бы, вот у других стран бывшего Советского Союза таких давних традиций не было. Вот в данном случае белорусы как нация, значит, как этнос, они показали чудеса выживаемости и смогли создать действительно полноценное суверенное государство. Это очень, кстати, такой серьезный опыт, который, мне кажется, надо будет потом очень детально и внимательно изучать, чтобы не наступать на одни и те же грабли, потому что одному Богу известно, что произойдет со многими нынешними европейскими государствами, потому что если в 91-м году все наплевали на хельсинский заключительный акт, возникает законный вопрос, каковыми эти границы станут уже после завершения всех теперешних событий. Совершенно очевидно, что с развалом и Югославии, и Советского Союза, и Чехословакии, ну и так далее, и так далее, так называемая Ялтинская подзаданковская система приказала долго жить. На руинах этой системы, новой системы созданы не было. Все думали, что так вот само по себе, каким-то образом устаканится и сложится новая система, но она по факту и по исторической традиции просто так сложиться не могла. Для того, чтобы создать новую систему международных отношений, которая устраивала бы более-менее всех главных игроков международных отношений, должны были рано или поздно произойти те события, которые сейчас происходят. Я об этом говорил уже давно и объяснял, почему так. Ну, меня мало кто слышал. Потому что исторический опыт показывает, что, значит, вот эти международные системы, будь то Мествальская система, будь то Венская система, будь то Крымская система, будь то, значит, Версальская, Шестонская или Подздамская, они складывались как раз по итогам крупных, международных, ну, по сути дела, мировых конфликтов. И потом, на определенный период времени, ну, в данном случае Венская система просуществовала ровно сто лет, другие поменьше, тем не менее, потом вот на определенное время, как минимум на нескольких десятков лет, устаканивалась новая система международных отношений. Вот мы сейчас находимся как раз на пике становления новой системы международных отношений. Тут важно, чтобы Белоруссия, как суверенное государственное образование, не только сохранилось, но и заняло достойное место в этой системе международных отношений. Понятно, что вместе с Россией. Потому что здесь вот этот союз Белоруссии и России, двух братских, подлинно братских народов, он чрезвычайно важен и для России, и для Белоруссии, чтобы она не стала очередной жертвой, понятно, да, наших заокеанских и европейских партнеров, которые, в принципе, давно уже просто лелеют мечту или вынашивают планы ликвидации не только российской государственности, но и в том числе белорусской государственности. Если вернуться все-таки вот к этому периоду с 1921 по 1939 год, есть такое место, печально известное в Белоруссии, город Береза, тогда это было Береза-Картузская у поляков, там был концентрационный лагерь, где содержались в том числе и поляки, украинцы и белорусы. Вот я посмотрел по процентному соотношению, то, что дают, допустим, официальные источники, то белорусов меньше, например, чем поляков и украинцев там содержалось. Но мало кто пишет при этом, что вот это время, это время насильственной полонизации, и очень многие люди белорусской национальности записывали себя поляками, просто, ну, чтобы как-то упростить себе жизнь. На самом деле, это там, если копнуть, то, ну, геноцид, не геноцид, но что-то близкое к тому, по отношению к белорусскому народу со стороны Польши было. Естественно, было. Вот, кстати, у нас частенько поминают убийство Пиратского, министра внутренних дел Польши, за который был осужден, кстати, сам Парк Тенден в смертной казни. Ну, потом эту смертную казнь заменили, значит, пожизненными каторженными работами. Так вот, он открыто говорил, что через 10 лет на территории Польши не должно остаться ни одного украинца и белоруса. То есть, когда поляки вспоминают, например, ту же Волынскую резню, которая была устроена пендерцами, надо посмотреть на истоки этой Волынской резни, поскольку аналогичную политику по отношению к коренному населению проводили и польские власти, в том числе и заселяя территории этнической Белоруссии и Украины так называемыми осадниками, то есть основными польскими военными, которые в выходе в отставку с военной службы получали там не только земельные наделы, но и хлопов. И потом надо все-таки иметь в виду, что вот эти этнические русские земли, широко их вовремя, которые входили в состав Литвы, а затем и Посполитой, они были главными поставщиками самых крепостных для польских шляпочек, отношения к которым было просто невыносимым. По польскому законодательству любой шлякич имел право, юридическое право упивать безнаказанно своих хлопов. Понимаете, понятно, что длинную долю вот этих хлопов составляли именно этнические русские люди, белорусы и украинцы. Все-таки надо иметь в виду, что тот период еще окончательно не сцелились, эти национальные группы, все-таки это был восточно-славянский единый этнос, понятно, что со своими отличиями в быту, в традициях, в языке. Это и совершенно объяснимо, поскольку восточно-славянский этнос оказался настолько большим отношением к другим славянским группам, тем же полякам, чехам, словакам, и вот этот процесс выкристаллизования разных этнических групп в рамках этого восточно-славянского эдмонса занял не одно столетие. И, кстати, во многом, видите, разница, языковая разница между тем же русским, белорусским или украинским языком, она возникла и под влиянием внешнего фактора, в том числе и политики полонизации. И еще одно важное обстоятельство. Мало изначально после монгольского нашествия и окончательного распада единого древнерусского государства, ядро великого княжества литовского и русского составляли, как я уже говорил, белорусские земли, а позднее уже где-то в середине 14-го в них появились земли современной Украины. Тот же Киев, Славль и так далее и так далее. И вплоть до создания Речи Посполитой до 1559 года основная часть украинской земли за исключением коалиции входили в состав Литвы. А когда была подписана Люблинская Межгосударственная Уния между Варшавой и Вильна, то одним из важных положений этой Унии стало то, что Киевщина, Житомирщина, Волынь и так далее и так далее из состава Великого княжства Литовского и Русского пошли в состав Польской короны. Видите, как все было ситро обстроено. Почему? А потому, что вот эта польская шляхта, которая разрослась не ему первым. По количеству шляхтичей Польша занимала первое место в Европе. У них чуть ли не до третьей, может быть, чуть-чуть утрируют, но не до третьей польского населения кичили своим шляхетским схождением. Понимаете? И вот сейчас, кстати, не грех напомнить полякам одну важную истину, что польская государственность в XVIII веке стала жертвой не агрессивной политики России, Прусии, Креавции, а прежде всего жертвой собственной так называемой шляхетской демократии, основы которой закладывались еще во времена Казимира и Александра Казимировича. То есть это такая половина XV века, когда создавался вальный сейм, когда в рамках этого вального сейма было установлено известное право любого шляхтича на принцип Люберон Ветта, когда была установлена чуть позже уже итогом Люблинской унии выборность короля и т.п. вот эта вот шляхетская демократия, гнилая по своей сути, она и подточила основы польской государственности, а раздел Польши в 72-м, 93-м и 95-м годах стал лишь следствием этой внутренней гнилости польской государственности. Это, кстати, видели и многие поляки. Тот же Станислав Паниковский, бывший полюбовник Кирины II, а затем и последний польский король, он прекрасно видел это. И случайно именно он инициировал в принятии 3-го мая 1791-го года польской конституты, где отменялась выборность короля, где отменялся лица плитб Ромбета, где значительная часть польской шляхты, прежде всего безземельной польской шляхты, потеряла право заседать не только в вайном сейме, но даже в местных сеймиках, но все вот эти попытки оказались уже ударом по хвостам запоздалой реакции более менее здравой политической элиты, пытавшихся спасти польскую государство. Это опять-таки уроки истории, которые полякам не треба усвоить, а нам бы им вспоминать о них. То же самое касается и событий 1830-31, 1863, 1939-го и так далее. Мне кажется, что поляки бы вообще пригласили меня к себе, вот я поездил бы и почитал им лекции по истории польской государственности, чтобы они немножко так призвели своими мечтаниями и поклонениям всяким Пилсудского в создании Великой Речи Посполитой отможен на море. И чем вообще заканчиваются подобного рода мечтания и разного рода фантазия. Так что вот так вот. Ну вот смотрите, какая действительно, можно сказать, трагическая судьба-то у польского народа, если так взять. Вроде как в свое время наверное самое мощное государство в Европе. не случайно, когда возникло Великое Московское княжество, превратившись в русское государство, когда Иван Третий принял титул государя всея Руси, то Маркс неслучайно в своей знаменитой дипломатической истории написал, что в конце управления Ивана Третьего изумленная Европа обнаружила на своих восточных границах великое русское государство, некогда зажато между Татарами и Литвой. видите каким ярким образ того, что произошло на рубеже 15-16 веков, в том числе и в результате так называемых русско-литовских портбежных войн, которые на минуточку длились ровно полстолетия, с 1487 по 1537 год, эпоха Ивана Третьего, Василия Третьего и Елены Глинской, последняя так называемая Стародубская война, потому что Россия отстаивала свои права. Кстати, вы знаете, почему вспыхнула последняя русско-литовская Стародубская война? А потому что великий князь Василий Третий в личном обращении к великому литовскому князю умышленно убрал из его титулатуры слово русский. Да, великому князю перетянув на себя таким образом. Да, великому князю литовскому и шамайтийскому. А русский из титулатуры было сознательно исключено. Тем самым Василий Третий дал понять своему визави о троне, что Россия продолжает войну по собиранию всех русских земель. Но эта война растянулась на долгие 300 лет. Победоносно для нас завершилась только в эпоху Екатерины II. Это все уроки истории, которые надо очень тщательно изучать, анализировать и преломлять к современной ситуации. Потому что Ключевский же правильно сказал, что, к сожалению, история зачастую является не учительницей, а надзирательницей, которая карает за плохо выученные уроки. За плохо. А страдают прежде всего простые люди. Политики плохо учат уроки истории, а главными жертвами вот этих учеников, с позволения сказать, становится простой народ. В том числе, кстати, и поляки. Еще последнее, что я хотел сказать. Нас часто упрекают в том, что ДСССР по отношению к странам Восточного Блока или Варшавского договора ввел себя, мягко говоря, некорректно. Ну, вы посмотрите, как американцы себя вели и ведут по отношению к своим сателлитам. А здесь надо иметь в виду еще одно важное обстоятельство. Ведь за восстановление поиска государственности мы отдали как минимум 600 тысяч жизни наших солдат и офицеров. И что после этого мы должны были поднести Польшу как подарок на блюдечке с золотой каемочкой кому-то тем же британцам или тем же американцам. Нет уж, извините, подвиньтесь. Мы оплатили кровью восстановление польской государственности и сохранение вообще поляков как этноса. Они же тоже были приговорены гитлеровским режимом. Они тоже как русские, украинцы, белорусы расценивались гитлеровцами как контрменшер, которые подлежали чуть ли не тотальному истреблением. Они сейчас забыли об этом? Вот о чем речь идет. Ну, об очень многом забыли на самом деле. Вот мы говорим о том, что на протяжении очень нескольких столетий это было соперничество с московским сначала княжеством, потом уже российским государством, но так и не стала Польша главным славянским государством. Борьба где-то была на равных, где-то с разным успехом. Как у Пушкина. Помните, клеветникам России оставьте славян между собою, домашний старый спор, уж взвешенный судьбою, которого не разрешите вы. И там он, помните, писал, что слонилось в ту или иную сторону. То, значит, мы поляков, то они нас. Но это история, да. Но в конечном итоге вы абсолютно правы, что попытка превратиться в доминирующую силу в Восточной и Центральной Европе, прежде всего в противостоянии с Москвой, сначала как величным княжным московским, а потом и московским царством, русским государством, она закончилась в пользу России. Хотя были очень тяжелые времена, но вспоминать это уже смуту. Когда поляки чуть было, чуть было овладели. Не только Москвой, но и всем русским государством. Но Москвой-то и овладели, в общем-то, а вот уже государство так сохранилось чудом, чудом, как многие считают. Уж не знаю, чудом или нет, или так все-таки было надо. А сейчас вот попытки то под американским флагом, то под британским снова почувствовать себя большими, если не великими. Это вот фантомные боли оттуда? Да, это фантомные боли. Потому что у власти сейчас находятся откровенные польские националисты, пелсутчики, которые лелеют эту мечту. Причем надо заметить, что в планах нынешних пелсутчиков не только создание Речи Посполитой от Можи до Можи, но и центральная роль в Европе как таковой. Не просто в Восточной Европе. Да, но мы видим претензии к Германии, которые периодически возникают. Причем какие? Да, 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 понимаете, они ведь подняли руку не або против кого, а против немцев, предъявляя финансовые претензии и забывая о тех западных территориях и морских предрежных территориях Померании, Селезии, Восточной Прусии, которые благодаря Сталину вошли в состав Польской Народной Республики. И понятно, что здесь они имеют крышу в виде англосаксов, даже не столько американцев, сколько британцев, которые руками поляков хотят поквитаться именно с Германской империей, именно с современной Федеративной Республикой Германии. Унизить ее или, как раньше, планы постерилизации Германии, то есть превращение ее в аграрный предаток Британии, прежде всего, ликвидации всей ее промышленной мощи. И вот, к сожалению, опять-таки, уроки истории. Немцы, видимо, плохо их усвоили. Я просто напомню один любопытный факт. В 1916 году в Париже прошла международная экономическая конференция, где утверждался план экономического разрушения Германии после победоносного завершения Первой мировой войны. Россию царскую на этой конференции представлял Николай Николаевич Покровский. Тогдашний госконтролер, а потом последний министр иностранных дел Российской империи. Так вот, он не подписал эти бумаги. Он вернулся в Петербург и стал обсуждать со своими коллегами по правительству, как быть с этими планами Лондона и Парижа по экономическому уничтожению Германии. И русское правительство отказалось участвовать в этой программе. Это, кстати, во многом послужило тому, что французы и британцы, в том числе через своих послов, приняли самое активное участие в событиях февральско-мартовской революции по свержению режима Николая II. В отмене за то, что Россия отказалась уничтожать своего главного экономического партнера. А я напомню, что где-то вот с 1870-80-х годов, когда создавался первый, а затем и второй союз трех императоров, Германия была не только главным политическим, но прежде всего экономическим партнером Российской империи. Она поставляла на промышленное оборудование, станки и так далее, и так далее. То есть изделия своей промышленности, бурно развивающей промышленности. А для наших помещиков и фунтистов Германия была главным рынком сбыта сельхозпродукции, прежде всего нашего зерна. То есть тут чисто шкурный интерес был. Что же мы будем своими руками в угоду французов и британцев уничтожать своего главного экономического партнера? Понимаете? То же самое и здесь, вот сейчас. То есть чужими руками, по сути дела, уничтожается промышленная мощь ведущего игрока всего Европейского Союза, которая была локомотивом европейской экономики на протяжении последних трех десятков лет. И Шольц, по сути дела, выполняет вот эту программу столетней давности. Понимаете? Вот развитие истории по марксовой спирали. Только не вверх по пути прогресса, а вниз по пути регресса. Мы в свое время, значит, вступили на этот путь в девяносто первом году, когда, совершив контрреволюцию, вернулись на сто лет назад, в эпоху нашего полуколониального статуса. А я напомню, что к семнадцатому году девять из десяти крупнейших российских банков принадлежали иностранному капиталу. Не случайно Сталин в кратком пути истории ВКПБ написал, что октябрь семнадцатого года спас Россию от превращения ее в полуколонию промышленно развитых стран мира. То же самое сделали эти дураки в Европе. Они по той же спирали истории, только чуть позже, спустились на сто лет назад. Но посмотрите то, что вам, так сказать, предлагалось по итогам Первой мировой войны. Немножко так голову освежите себя струйками холодной войны и очухаетесь, в конце концов, нет. Поэтому и приводят к власти вот таких марионеток, как Шольц, Макрон и далее по списку, которые как раз вот и плохо выучили все эти уроки истории. Но самое главное, они ввергают в это своих граждан. И оболванивает, кстати, население, в том числе и через баллонскую систему образования, которая сейчас буквально опутала весь мир. Она как раз и ставит своей задачу нивелирование фундаментального образования, чтобы люди вообще понимали, чтобы у людей было критическое мышление. А зачем? Нужно мышление потребителя. Вот через баллонскую систему идет разрушение интеллектуального потенциала всех наций. Не только нас, но и прежде всего самих европейцев. Про американцев я помолчу. Но Европа, даже Франция, Италия, Германия, они же были локомотивом интеллектуального, научного, творческого движения человечества вперед. Посмотрите, какие фундаментальные, научные, литературные произведения труды были созданы в средневековой Европе и в Европе нового времени. Они во многом путеходной звездой для развития нашей национальной отечественной культуры в XIX веке, да и даже раньше, в XVIII веке. И куда все это дело сейчас? Назовите мне хотя бы сейчас одного представителя, крупного, по-настоящему крупного представителя, например, французской или германской литературы. наподобие какого-то Ремарка, Анатолия Франца, любую сферу возьмите, понимаете, нет этого ничего. Вот неужели европейцы настолько тупили, что они не понимают этого? Почему не слышен голос по-настоящему культурный и научный вид этих европейских стран, лучших европейских стран? Они становятся заложниками политики, кучки, в прямом смысле кучки каких-то безумных марионеток, которые ввергают народы в интеллектуальное убожество, рабство, а еще и превращают эти народы в кушечное мясо. Ну, видите как, очень тонкие психологические ловушки, как мне кажется, расставлены для каждого из этих народов. Ну, коль уж говорить про поляков, с ними сейчас очень злую шутку играют. Снова обращаясь к их разнообразной истории и к тем временам, когда они действительно могли диктовать свою волю всей Европе. И сейчас им говорят, ну, ребят, вы снова можете. Да, мы тут рядом, мы, если что, мы с вами. И все чаще, например, в польском публичном пространстве обсуждают территориальные амбиции Польши, как-то и по Западной Украине, так и по Западной Белоруссии. В сходные Крессы снова вспоминаются. Это при том, что, например, вот сколько существует Беларусь суверенная, ну, ни разу, ну, я, во всех случаях, не помню, да и мало кто, я думаю, вспомнит, чтобы прозвучали обвинения и вот это вот копошение в истории того самого периода раздела. А там есть что предъявить-то на самом деле? То есть по отношению к польскому государству, то, как они относились к этническим белорусам. Мы этого не делаем. Но, видите, там это воспринимается, как, наверное, слабость какая-то. Да, ну, к сожалению, да, так оно и есть, понимаете. Нашу способность простить даже самые страшные, самые кровавые страницы совместной истории, они воспринимают как слабость. И не понимают, что, знаете, пути лихо, пока оно тихо. Не случайно эта поговорка существует. Те же британсы, не помните спящую сапагу. И, к сожалению, вот эти вот уроки истории, они не усвоены. И самое главное, что идет промывание мозгов молодой, молодого поколения европейцев. В том числе, понятно, что поляков, но и всех европейцев. Слушайте, если какие-то 50 лет назад никакому европейцу не надо было доказывать, что мир от коричневой чумы, фашизма спас советские солдаты, то сейчас их, для многих из них, это будет настоящим откровением. Социальная инженерия, те американцы, прежде всего, американцы достигли невероятных успехов, которые они пользовались на протяжении последних пяти-шестидесятых лет, дает свои горькие плоды. Вот здесь бы нам, кстати, у американцев получиться вот этим механизмом социальной инженерии. Мы как-то, знаете, несерьезно относились ко всему к этому. А американцы, на самом деле, изобрели довольно такие успешные, что ли, механизмы, манипуляции общественного сознания. Вы обратите внимание, там, где американцы начинают какой-то новый проект своих преступлений, то туда сначала направляются бойцы информационного фронта с тем, чтобы подготавливать соответствующую площадку для восприятия их шагов не как, условно говоря, преступлений, очередных преступлений, а как некой миссии спасения, спасения, якобы спасения нации и государственности. Ведь действительно на Украине сейчас, ну, по сути дела, зомбированное население, которое считает, что поставками западного оружия спасается украинская государственность. А на самом деле она уничтожается. Конечно. Причем на глазах. Да, американцы действительно достигли больших успехов в этом, надо отдать им должное. Но самое для меня такое, это когда, ну, вы видели наверняка эти тоже высказывания японцев, которые говорят, что ядерные удары были необходимы. Я не удивлюсь, если лет через 10 они будут проводить какие-то торжественные мероприятия, отмечая очередные юбилеи, потом еще выступят с какой инициативой. А ударьте-ка по нам еще какой-нибудь атомной бомбочкой, бомбите-ка еще пару городов, чтобы мы вам просто, ну, что называется, растеклись в благодарности за то, что вы нас таких вот неразумных и учите уму разума, понимаете. Ну, вот абсурд, абсолютно. Я тоже, когда услышал из уст двух молодых японок и одного средних лет японца, значит, утверждение о том, что эти бомбардировки были просто спасением Японии. Кстати, вы обратите внимание, что у нас это тоже происходит. Вот сейчас, слава богу, этот процесс был остановлен. Но когда у реберка там средней школы и старшей школы спрашивают, с кем была Великая Отечественная война, многие не могут назвать. Я уж не говорю про имена наших выдающихся полководцев, пионеров-героев, там, тоже Зои Космодемьянской или Виктора Тололихина или Александра Матросова. Просто не знают. Мы когда-то, помните, в нашем детстве и юности смеялись над американцами, которые не могли назвать столицу собственного государства. А, слушайте, а я вот вам приведу пример. Несколько лет назад в Казани проходила всесоюзная, вернее, всероссийская опиада по географии. И находясь в Казани, значит, энное количество процентов, я не буду уточнять, не смогли назвать столицу Торстана. И это Олимпиада всероссийская. То есть это лучшие приехали. Да. Ну, надо понимать, да? Это не просто такой срез общий. И тогда, кстати, по-моему, бывший декан Геофак и МГУ, он пришел в полное недоумение. Понимаете? Вот мы пожинаем горькие клады. Причем, некоторые из участников этой Олимпиады были из самой Татарии. То есть, они, живя в Татарии, не знают столицы собственной республики. Ну, что мы тогда удивляемся? А ведь когда-то была самая образованная и самая читающая нация. А сейчас-то вообще культура чтения пропала. Сейчас вообще пропала культура чтения. Не случайно, кстати, вот эти социальные сети, они ограничивают количество знаков для написания постов. Люди привыкают мыслить уже какими-то закостеделыми формулировками. Тогда не надо даже аргументировать свою позицию. Вот что самое страшное. Ведь сейчас все имеют свое мнение. Вы обратите внимание. Каждый там сопливый этот имеет свое мнение. А когда его просишь аргументировать свое мнение, то есть привести какую-то систему доказательств. Нет, нет, нет. Там аргументы сам дурак сразу. Да, да. Там вот вам, пожалуйста. Опять-таки, это социальная инженерия. Так что вот так вот. Ну, не будем грустить. Я думаю, что все это поправимо и исправимо. Тем более, что у нас есть замечательные историки, такие как вы. Спасибо вам огромное за этот разговор, за то, что рассказываете много и подробно о том, как происходило все раньше, чтобы мы лучше понимали то, что происходит сегодня. Спасибо огромное. Да, Юрий, и вам огромное спасибо. Еще раз хочу передать слова признательности, благодарности и белорусскому руководству, и любимому белорусскому народу, и пожелать вам процветания, счастья. Я всегда с особым трепетом и нежностью отношусь к белорусам. Кстати, хочу вам по секрету сказать, отдыхая в Судаке, мне совершенно неожиданно позвонил Владимир Васильевич Гостюхин, который снимается в Торшке, и мы где-то часа полтора снимем телефон. У нас, знаете, как у Марины Влади с Высунским, с ним телефонный роман. Мы разговариваем, обсуждаем, человек с феноменальной памятью и с феноменальным художественным вкусом. Знает такие, до сих пор знает такие подробности, съемок многих фильмов, многих событий из творческой, актерской среды, из Советского Союза, из современного кинематографа. И он, кстати, является тем самым связующим звеном этнический русский, уроженец Урала, по-моему, который в качестве второй своей родины избрать Белоруссию. И мне всегда подчеркивают, что Белоруссия стала для него самой настоящей второй родиной, которую он безмерно любит и уважает, как и белорусский народ. Так что, спасибо вам огромное за это интервью. Спасибо огромное за эти слова. И я тут продолжу. Очень много, на самом деле, людей, которых вы знаете, мы знаем, великих, я бы сказал, без преувеличения. Например, тот же Мулявин, он из Екатеринбурга. Вот недавно у нас вышел такой небольшой фильм о величайшем борце Александре Медведе, который родился в Украинской Белой Церкви. Но он и вся его семья, и дети, и внуки все считаются белорусами. Гостюхин смотрит Белту. Он мне по секрету признался. Он говорит, я твое интервью на Белте обязательно смотрю. Это хорошо. Значит, он смотрит правильные ресурсы. Спасибо вам огромное. Удачи вам. Спасибо вам тоже. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!